В новом «Достать ножи» еще одно пополнение актерского состава. К нему присоединились Джош Бролин, Дэрил Маккорман «Устри козырьки» и Мила Кунис. Ну и, конечно, главной роли вернется неподражаемый Дэниел Крейг. Режиссером вновь выступит Райан Джонсон. Фильм, получивший подзаголовок «Wake Up Dead Man», выйдет в 2025 году. Это киноафиша ТВК, и мы начинаем прямо, но сейчас. Первая лента российского производства «Непослушники». Дима уже не демонстр, а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне. Саша Черный – добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских непослушников, двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать, им жизнь и дает последний шанс. Привозит их к отцу Анатолию. Надеюсь, что если тому удалось перевоспитать демонстра и Саш Черного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается? Владимирский Централ! Дети в Семен-Семене! Этапом из Твери! Дети в Семен-Семене! Дети в Семен-Семене! Испания представляет жизнь Кандала в одночасье кардинально меняется. И она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе на районе. Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Вот так вот две картины у нас все-таки пересекаются. Благодаря Кенделе у компании школьных аутсайдеров появится реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. Ведь в шахматах, как и в жизни, не имеет значения, король ты или пешка. Главное сделать верный ход. Шах и мат. Вернуться в этот ничтожный район была ошибка. Ты начала с той же клетки, что и эти ребята. Перед шахматной доской мы все в равных условиях. «Научи меня жить» – это работа казахов. По сюжету успешный бизнесмен Ворис Луча становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает ему жизнь. «Научи меня жить». «Повторите. Как мы должны работать?» «Честно!» «Громче! Громче, я сказал!» «Сидеть! Куда пошел? Сядь на место! Сядь!» Ну и на очереди у нас асфальтовые джунгли. История врача и его первого года на работе в середине девяностых гарлями. Это взгляд изнутри на уличную жизнь. Перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость. Вот так вот, спасая других, не потеряя себя. Скажите правду, намеренно ли медик Рудковский отказал в реанимации? Что я делаю? Ты спасаешь жизни людей! Говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми, но теперь их род в опасности. И только одна отважная девочка, и это не я, к сожалению, может спасти магических существ. Ее ждет полная опасность путешествий через самые волшебные места древнего Китая. Последний дракон на экранах страны. Ну а теперь на краю земли, на краю света, где прявят древние племена Маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровью платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни, с ними бог, медицина и порох. Месть, смерть идут рука об руку. Сражайся или умри. Удачи вам! Всего вам самого наилучшего. Почаще гуляйте, наслаждайтесь свежим воздухом. И яркого вам лета! Пусть все будет как в хорошем, качественном кино. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Даня нарисуешь, да? Субтитры создавал DimaTorzok